Новое видео выходит каждый день в 20.00 Как вы наверное знаете, не так давно Advanced Roleplay закрыл аж целых 6 своих серверов. И казалось бы, что сделать с прокачанными аккаунтами разнообразного рода людей, которые там качались, донатили, прокачивали аккаунт и делали все прочие вещи на таком проекте как Advanced Roleplay. Ведь было закрыто ни много ни мало, больше половины абсолютно таки всех серверов Advanced Roleplay. Осталось всего 3 сервера, это по-моему Red, Green и Blue. Насчет Red не уверен, однако Green и Blue они с вероятностью 100% вроде как открыты. Ну да, вроде Red, Green, Blue. В общем-то ладно, сегодня мы поговорим не про это, сегодня мы поговорим про то, что Андрею Ринга вроде как в скором времени могут, так сказать, прийти судебные разбирательства по поводу всего-всего-всего того, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Как вы наверное знаете, уже там закрыты сервера и открыли перенос аккаунтов. То есть там переносятся деньги, компенсируется там сумма за недвижимость и за все прочее. И вот вследствие этого, так сказать, возникли некоторые непонятки у большинства игроков. Вы знаете, то есть дело в том, что допустим у вас на Advanced Roleplay может быть бизнес, который вы там купили за 50 миллионов вертов или там за 100 миллионов вертов и так далее. Но при переносе, допустим, с какого-нибудь шоколадного сервера на какой-нибудь Blue сервер, вам вернется только половина от госстоимости. И, так сказать, многие люди сразу начали создавать темы на форуме Advanced Roleplay и говорить, мол, слушайте, как так? Мы вроде как донатили, вроде как покупали имущество за свои деньги и все такое. И, в общем-то, было бы неплохо, если бы вы вернули хотя бы там, ну я не знаю, 50% от той суммы, которую заплатили мы, а не за ту сумму, типа, которая у вас указана на сервере, за которую, типа, плюс-минус должны покупаться бизнесы и так далее. Ведь, типа, вам же известно, что бизнесы-то они покупаются там с некоторой наценкой и так далее. На что Smart Jackson достопочтенно послал всех нахуй. Ну, прям так он, конечно же, не сказал. Все-таки там, знаете, деловой человек и все прочее. Однако сказал немного по-другому. Вот, опять же, такие размытые и так далее, каких-то особых формулировок не дал по поводу того, почему они не вернут те деньги, которые были затрачены. Просто сказал, мол, что, знаете, GTA Sambo, вот игра на Advanced Roleplay, это как бизнес. Там, типа, повезло, не повезло, там, окупились, не окупились и так далее. То есть, если бы там покупали бизнес за 50 миллионов и вернулось вам, допустим, только 500 тысяч от 1 миллиона, там, от госстоимости, то, значит, типа, ну, вам просто не повезло, допустим, вот как в жизни, радуйтесь, типа, что у вас хоть вообще хоть какие-то компенсации на Advanced Roleplay есть. В жизни вам бы никто компенсации не дал, если бы, вот, было что-то подобное. Я хочу сказать Smart, что он, наверное, не знает. В жизни, как бы, сервера или, там, твои города, в которых построены твои бизнесы, они, как бы, не закроются. И, видимо, Smart Jackson, он об этом как-то особо-таки не знает или, там, не вникает или что-то такое. Но он, в самом деле, он прям так и ответил и сказал модераторам, что в будущем все темы с похожим содержанием можете удалять. И вы знаете, народ, адвансовский народ, который, казалось бы, до этого всё это время терпел, всё это время страдал на протяжении долгих веков, столетий, там, и так далее, там, когда вводили всякие смешные обновления, лишь бы ввести, знаете, там, какую-то отписку делают, лишь бы, там, что-то выпустить, что-то вот этим дебилам, блять, дать. И вот, лишь бы они, блять, от нас отстали, дальше получать деньги, там, арендовывать яхты, там, каких-нибудь митинных, малфоев и вот всех прочих людей. Ну, вы знаете, в одной из групп, которую показал Brothers & Company в своём новом видеоролике, она называется NewsGhetto, в нём появился пост от 29 августа, в котором, мол, говорится, что люди, задонатившие на адванс роли и плей, там, большое количество денег, допустим, там, 20-30 тысяч рублей и так далее, они, как бы, при переносе вот этого вот всего их имущества, которое они, там, купили и так далее, они будут обмануты, чуть ли, там, не на 18 тысяч рублей из-за вот этих вот 20 тысяч рублей. Поэтому собирается какой-то коллективный иск, подаётся на Андрея Ринга, все реквизиты Андрея Ринга там разместили, так как он зарегистрирован как ИП индивидуальной предпринимателя и вследствие этого на него хотят подать в суд, так как он находится, как бы, в России, типа, в Крыму, там, а это, вроде как, уже Россия или что-то наподобие того. Я, в общем, особо в это не вникал, как Ярослав Брулёв, вы знаете, то есть, я просто вам новости рассказываю, а вникать во всё это я, как бы, не должен. Все мы немного, вот, в душе Ярослав Брулёв, и все мы немного, вернее, даже, возможно, таки, много вникать во всё это не хотим. И вот, там, в этой группе News Get, я вообще не знаю, что за группа, Brothers and Company показал, но, вроде как, в самом деле, собирается какой-то вот этот вот иск на Андрея Ринга, прям, коллективный иск от игроков Advanced Roller Play, мол, то, что они донатили, а их вот так вот наебали, там, просьба скинуть чеки с донатом и так далее, и вот со всем-всем-всем прочим. Итак, давайте разберёмся по порядку, имеет ли иск вот эту вот какую-то силу и так далее. Я вот как юрист, и хоть я и не учусь на юриста, хоть я и в рот ебал всю эту юриспруденцию, там, и так далее, я считаю, что все какие-то конфликты, они должны решаться сугубо физическим образом, то есть, если вам кто-то там нахамил, нагрубил или вас там наебал, просто идёте, блядь, и пиздите его. Я считаю, что это цивилизованный способ решения всех ваших проблем, которые у вас только могут возникнуть в жизни, поэтому просто идёте без разбора, пиздите там, неважно кого, там, женщин, детей, бабушек, дедушек, просто берёте, пиздите. Ладно, ладно, я, если что, сразу же извиняюсь. Блядь, я задел микрофон, пиздец, ну что за дебил, блядь, нормально уже не могу рассказывать. Я, если что, сразу же извиняюсь, как бы я ничего плохого не хотел сказать, не пиздите Андрея Ринга, я против насилия, ни в коем случае. На самом деле, подать заявление в суд, это дело достаточно такого правильного, такого, знаете ли, адекватного, такого даже образованного, можно сказать, человека, потому что, ну, суд, он должен заниматься такими делами, даже насколько бы абсурдными они не были. Однако тут на вид очевидная какая-то безграмотность, без, там, я не знаю, как-то неознакомленность с тем, что вообще такое донат. Если мало ли кто-то из вас не знает, донат это добровольное пожертвование чему-либо. И когда вы донатите на какой-либо сервер, будто там, я не знаю, Адванс Рулиплей, Даймонд Рулиплей, там, я не знаю, Аризона Рулиплей, сам Рулиплей, вы не, как бы, не покупаете именно, вот, какие-то, там, верты или какие-то прочие, там, привилегии и все такое, вы становитесь спонсором Адванс Рулиплей, вы на абсолютно-таки безвозмездной основе спонсируете вот этот самый проект или вот этого вот самого человека и так далее, и вам, вот, в честь того, что вы спонсируете, дают этакие бонусы. В общем-то, и все, и вот эти все ваши денежные и финансовые отношения с Адванс Рулиплей, они абсолютно-таки никак не регулируются, ничем они не подкреплены абсолютно, то есть у вас есть только публичная оферта, в которой написано, что вы никто, звать вас никак и все такое, поэтому иск на Адванс Рулиплей, он, в принципе, возможен, в принципе, возможно такое подать в суд, возможно, его даже рассмотрят и все такое, но, опять же, ничего не сделают, потому что, когда вы донатите на Адванс Рулиплей, там, типа, вы соглашаетесь с тем, что ознакомлены с публичной офертой, а в публичной оферте написано, что вы являетесь спонсором Адванс Рулиплей, и Адванс Рулиплей вам ничего не должен, то, что вам что-то дают на сервере, то это чисто бонус, как для спонсора проекта и так далее, поэтому все иски, которые могут быть там на Адванс Рулиплей, или на Андрея Ринга, или на каких-то прочих людей, которых вы там сможете найти, и там, и все-все-все-все прочее, они, как бы, несостоятельны, потому что донат, он даже переводится, вроде как, с английского языка, как пожертвование, и вы, типа, просто, вот, оказываете такую финансовую помощь Адванс Рулиплей, и, как бы, вот, ну, я не знаю, вот просто вот это вот не знать, это, в самом деле, это быть вот каким-то, ну, я не знаю, дураком, в самом деле, вот просто каким-то дебилом и так далее, а также, насколько я знаю, там у них, вроде, даже, где-то на сайте, или еще где-то написано, то, что, типа, Адванс Рулиплей не несет ответственности перед игроками, там, за косвенные, или, там, непрямые, или, там, прямые, или еще какие-нибудь убытки, там, упущенную выгоду и так далее, вот, и то, что, типа, разбирайтесь совсем сами, вы тут никто, то есть Адванс Рулиплей ни в чем не виноват, и, то есть, ну, как-то, я вот даже не знаю, я даже не знаю, у кого в голове могла родиться такая идея, блять, подать в суд на Адванс Рулиплей, вы больше денег потратите на адвокатов, там, на юристов, на всех прочих людей, то есть, вот эти вот ваши 20 тысяч рублей, которые вы, возможно, там, как-то задонатили, когда-то вы, там, допустим, пожертвовали и так далее, то есть, потому что донат, пожертвование, вы их, как бы, не вернете при всем вот этом вот вашем старании и так далее, то есть, поэтому я считаю, что суды, это как-то, это, конечно же, подавать в суд, это правильно, если вы подаете за какое-то действительно нормальное дело, где вы более-менее уверены в своей правоте, но когда тут такая хуйня просто с целью навариться и так далее, то у вас абсолютно нихуя не получится, вы больше потратите, потому что для судов нужны юристы, для судов нужны адвокаты, для судов нужно абсолютно все, что угодно, и я уверен, что у Advance Roleplay юрист, там, адвокаты и все прочее, они, как бы, получше будут, чем у вас, как бы, на все эти деньги, на которые вы только сможете себе позволить, поэтому, возможно, что вы еще и в минусах останетесь после вот этих вот всех ваших исковых заявлений на Advance Roleplay, поэтому, в общем-то, я думаю, что на этом уже и можно заканчивать мой видеоролик, там, знаете ли, с иском, там, на Advance Roleplay и на всех прочих людей, в общем-то, что хочу сказать напоследок, молодые дети, малолетний дебил, не страдайте, пожалуйста, хуйней, и, в общем-то, не делайте хуйни просто, и все, и все будет нормально, и никто с вас даже рофлить не будет после того, что вы там делаете, читайте, пожалуйста, законы, и то вообще, куда вы донатите, что вы делаете, и многое другое, в общем-то, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok